денис приветствую тебя привет всем традиционная встреча для четверга обсуждаем рынке возможности с учетом технического анализа фундаментального фона подсказываем нашим подписчикам а тем кто следит за нашим совместным контентом как и что можно делать прямо в моменте в отношении тех инструментов за которыми мы в принципе с тобой следим уже длительный период времени сегодня очень своевременная встреча буквально за несколько часов условно говоря до выхода самого важного релиза я допускаю что даже не только этой неделе до данных по инфляции на своем брифинге сегодня утром я рассказывал что этот отчет имеет принципиальнейшее значение для фид резерва потому что он подсвечивает возможности уместности для дальнейшего повышения процентной ставки и соответственно при определенном развитии событий при определенных цифрах мы сегодня можем либо окончательно убедиться в том что фрс точно повысит процентную ставку в декабре на 75 байзных пунктов например либо у нас будет основанием еще раз призадуматься на сохранить ли американский регулятор приверженность вот этому исключительно жесткому подходу к проведению монетарной политики напомню что отчет по инфляции выйдет сегодня в 1330 по джеймс это классический блок данных основной из потребительских цены базовой инфляции я рекомендую смотреть на базовую инфляцию потому что это более чистый взвешенный прозрачный показатель без влияния таких компонент как продовольственные товары и цены на энергоносители и на базу инфляцию нужно смотреть потому что у нас опыт уже последних двух или даже трех релизов по инфляции когда мы видим что снижается основной индекс потребительских цен но база инфляции растет и соответственно доллар который каждый раз из последних двух трех отчетов также как и мы следил за этими данными он получал солидную поддержку потому что базовая инфляция продолжает переписывать многолетний максимум максимум за 40 лет и доказывать что американская экономика уже оказалась в так называемой инфляционной ловушке проблеме которую можно решить вылечить только лишь агрессивным проведением монетарной политики активным повышением ставок я предлагаю сегодня посмотреть на евро против доллара на индекс американской валюты раз у нас фокусе внимание отсчет по инфляции ну и мы с тобой в прошлый раз еще разбирали золото и нефть также можем пробежаться по ним дениска давайте демонстрации карман спиня ну давай собственный индекс доллара 110 37 относительное такое дежавю потому что на прошлой неделе самого начала мы ждали заседания американского регулятора и данные по информперлс и тогда индекс доллара тоже котировался в районе 110 пунктов после чего с появлением фундаментальных факторов поддержки вышло на локальные максимумы там в районе ста тринадцати ну около ста тринадцати если мне не изменяет память ну да практически ста тринадцать пунктов но данные по информперлс немного разочаровали сегодня похоже картина мы ждем мощный фундаментальный потенциальный заряд всплеск волатильности и я остаюсь как бы уверен своей прежней теории что нет оснований сейчас полагать что базовая инфляция нашла какие-то причины для снижения скорее всего увидим значение на выше прошлого показателя прошлый показатель был 6 и 6 процента жду с нетерпением этот релиз немного визуализирую скажем так и настраиваюсь на то что индекс доллара завершить сегодняшнюю торговую сессию выше текущих значений то есть окончательно уже отойдет от поддержки 110 пунктов и продолжит уже развиваться через восходящую динамику расти к целям сто четырнадцать пятьдесят сто пятнадцать европейская валюта в принципе обратное ожидание то есть здесь тоже даже технически можно заметить уровне сопротивления сейчас точнее накануне мы уперлись прежний уровень локального сопротивления еще с прошлой недели это на уровне 1 0 0 80 оттуда развивается коррекция я полагаю что вот это снижение которое идет сейчас она продолжится и дальше соответственно сейчас пара евро доллара в районе паритета топчется и это значим уровень конечно же нужно чтобы пара снова ушла под эту планку сегодня основание для этого есть поэтому если друзья среди вас есть сторонники просто нормального фундаментального подхода осознают негативные последствия для евро виде роста доллара и понимать что европейская экономика еще не миновала вот этих ворох проблем от ухудшения экономической конъюнтуры и близости рецессии то конечно же евро к сожалению сейчас просто обязан находиться стоите меньше доллара потому что контраст монетарных политик остается таким же значительным как и раньше ставка американского регулятора уже 4 процента ставка и cb 2 процента и очень много денег по-прежнему идет именно в американские банды они в немецкие европейские банды скажем так что касается золото 1705 долларов за трость функцию сейчас локально на своих брифингах я рекомендовал опробовать длинные позиции с целями 1710 эта цель сейчас достигнута честно говоря если сейчас взять за основу анализа золота действий толпу толпы то есть большинства и меньшинства я обычно когда есть возможность делаю отсылку на этот индикатор и нынешних настроений сейчас по-прежнему толпа продолжает шарти золото считает что она вот уже достигла своих локальных максимум но рынок как правило идет против толпы продолжает расти сегодня очень важный день я бы рекомендовал для тех кто вне сделок вот на данный момент вообще в него сегодня позвал не лезть потому что лучше дождаться фактических цифр по инфляции потом уже принимать решение о трейдинге для тех кто держит длинные позиции то можно спекулировать дальше на ожидании того что пока скажем так рынок не как говорят спекулятивно настроенные трейдеры пока рынок не вынесет те кто заблуждается им своим общественным мнением то мы не увидим разворота по котировкам золота и похода их вниз на каком уровне может произойти вынос тот считает что это значение 1740 1750 кто считает что это уровне повыше но лично я сейчас вне сделок это так просто подстил возможность если хочется попробовать испытать свои попробовать свои силы игры и трейдинга против толпы то это сейчас локальные покупки и что касается рынка нефти к сожалению китай который сейчас кошмарит всех в новую вспышку ковида в отдельных значимых для показателей овп провинциях вот гуанчжо там где очень много сборочных цехов предприятий для технологического сектора сша опять же сейчас очень много информации опять же про те же самые айфоны о том что поставки будут значительно снижены а под конец года и первом квартале из-за того что это факс фон предприятий которые занимаются сбором отдельных комплектующих для телефонов они как раз находятся в этой провинции которая сейчас под угрозой новых ограничений и локдаун я думаю что при текущей коллекционной динамики вот этом вот этому паническому настроению на рынке что до китай сейчас новые ограничения это дальнейший риск для экономики потом падение спроса и так далее это паника которая на мой взгляд сейчас очень сильно преувеличена возможно на вот этом локальном настроении мы снова увидим тест поддержки 90 долларов за баррель точно так же как вот такие психологические уровни по индексу доллара например это 110 пунктов по евро доллара это паритет по нефти бренд это 90 долларов за баррель если будет тест снова этой отметки я рекомендую покупать с прежними целями на отметке 100 долларов и выше а как нефть может быстро расти мы убедились на прошлой неделе когда за неделю практически бренд прибавил около 10 процентов и ни слова тебе хорошо так отлично меня уже должно быть видно насчет я кстати говоря солидарен с твоими мыслями если только хочу чуть-чуть конкретизировать по ценовым уровням касательно индекса доллара здесь у нас ничего не помнишь мы с тобой еще и на прошлом он даже на пол позапрошлом брифтинге говорили о том что добой вверх с достаточно большой вероятностью здесь еще произойдет по факту сейчас есть такие причины полагать что такая трехфазная коррекция была сделана вниз то есть хорошо видно на четырехчасовом графике то есть такие вот как раз два три и как правило после этого происходит резкий отстрел вот здесь вот сейчас в процессе формирования возможно сформируется зона покупателей если это действительно так на то у нас появится очень классный разворотный паттерн который мы будем отрабатывать вот это так пока немножко мысли наперед целом я жду движение вверх там района опять-таки где-то 114 возможно потому что на прошлой деле не добили хотя очень логичным было туда добить но сделали вот такую пока снова немного структуру но тем не менее где-то на 114 может 115 даже то есть я не исключаю вариант что могут пойти на перехай вообще в принципе на рынке ничего никаких вариантов исключать нельзя потому что возможно собственно в этом году по моему возможно абсолютно все так что я за локальное укрепление доллара с возможным перехаем будет или нет заранее не знаем но структура уже для этого создана касательно евро естественно здесь в зеркальном отображении есть вот такая вот близлежащая зонка она достаточно важная но не знаю будет ли от нее отскок дело в том что при движении вниз вот эта зона будет как раз решающие так такая вот некая срединная зона в ней же находится и предыдущие очень важные объемы они хоть были уже отработаны причем дважды но тем не менее все равно какую-то реакцию дадут если сегодня говорил по поводу базовая инфляция то есть если выйдут достаточно данные по штатам что они вынуждены будут повысить еще раз на 0.75 хотя я честно в этом немного сомневаюсь я думаю что все таки темпы на декабрьском заседании немного сбавит ну это так чисто чисто мысли вслух возможно они все-таки решат повысить и тогда естественно мы увидим примерно вот такую картину здесь внизу очень хорошая накопительный очень хороший сегмент вот на протяжении роста вот в текущем декабрьском контракте который был то основной объем у нас сосредоточен внизу поэтому сюда с огромной вероятностью мы придем но нужно очень очень внимательно будет смотреть вот за вот этой структуры потому что если вдруг от этой зоны дадут реальный отскок тогда будем так вот двигаться уже через перехай но это запасной вариант это на всякий случай просто показываю что такой вариант имеет вместо быть он возможен за как запасной но в приоритете я все-таки выставляю по направленности вниз что касается золото по золото у меня мнение такое что цена на прошлой неделе сделала снова ретес минимум причем это уже 2 ретес подряд и 3 экстремум который внизу сформировали значит здесь что очень важно было важно были важны были вот эти вот контрольные экстремумы в районе 1670 когда цена вот здесь вот проторговалась в районе контрактного депо в районе основного профиля контракта отсюда была достаточно большая вероятность того что хотя бы сделать внутренний откат здесь платкая зонка покупателей к этой зоне и потом стрельнут вверх раз как случае именно так и ждал видим отката практически не было там очень-очень маленькие его вообще дали и цена прострелила вверх значит что из этого следует во первых здесь сделано перекрытие прошлого сегмента что уже важно во вторых основной накопительный сегмент у нас находится вот в этой области очень четко видно что здесь ключево профильное накопление и почти аналогичное по силе есть ниже при этом цена импульса закрепилась выше то есть это как правило разворотной информации покупать здесь лучше всего диапазоне он широкий поэтому нужно внутри этого диапазона уточняет но в целом это 1664 1681 я бы сказал что более уточненный вариант где-то в районе 1675 вот это пожалуй уровень на которой которому реально может цена подойти я не жду уже глобального падения вниз по золоту хотя по опционам внизу там шикарный на самом деле вливание очень классно сделаны но большая часть из них экспирируется через 12 дней то есть 22 ноября уже будут экспираться поэтому эти все пропадут останется только более дальние внизу это может еще и новые заливки у нас будут так что здесь к сожалению не добили я все-таки за рост как ты говорил тоже за рост по золоту вот над этой сложности достаточно большой вероятностью и что касается нефти значит здесь очень размазали формацию дело в том что если на протяжении взять причем это сразу смешанные текущие контракты и предыдущие у нас получалось две области крупного объема то есть ключевый объем вот в этом сегменте рейтинговый здесь вот ниже сейчас она подошла прямо в данный момент находится на зоне маржинальной зоне и я думаю что если попытаются сделать вот такой вот откат вверх то скорее всего мы увидим еще домой вниз вот к этой области накопления причем даже к ее нижней части и затем здесь по опционам попытку нового роста вверх в общем вот такая вот формация здесь очень даже возможно потому что и здесь закрепились что очень важно закрепились именно под ключевым объемом который от которого вчера ожидал рост и кстати говоря здесь вчера тоже покупал на 8850 но 8840 пришлось закрывать эту сделку потому что не было там на часовой график смотрел не было должной реакции и то что что я хотел видеть виде роста в итоге перекрыли вниз поэтому решил лучше ну его лучше избавиться и вот поэтому все-таки с покупками чуть-чуть пока повременить хотя бы при достижении вот этого диапазона так в целом если более комплексно глянуть то да я думаю размашистое накопление потом все равно пойдем рост потому что по опционам здесь перекос хоть не прям такой уж и огромный но все-таки еще есть ну и плюс заливки которые делаются даже самая ближайшая находится по опционам на 83 80 75 это в этом районе вот поэтому локально пока что я думаю мы добьемся таки вниз по нефти единственно что если вот это коррекции не будут не будет и сразу цена пойдет вниз то все равно потом вот от этой зоны какую-то реакцию нам спасибо денис за твои сделки рекомендации ну что еще раз мы убедились в том что пока что с точки зрения техники фундамента у нас ожидания конкретного развития по конкретному сценарию это дальнейшее усиление позиции индекса американской валюты и слабости рисковых инструментов денис тебе большое спасибо ну что нашел время подключился обсудил со мной преддверие данных по инфляции очень важного события этой неделе соответственно вернемся к рынкам уже на следующей неделе после отчета посмотрим где они будут ну точно заранее опять же хочется отметить и уверен что денис присоединится друзья когда мы ждем такой насыщенный экономический календарь и день контролируйте риски следите за депозитов это как всегда очень важно и не с тебя тоже хорошего закрытия недели прейдинг хороших выходных и до скорой встречи пока тоже до скорой встречи отличного окончания недельки спасибо не пока 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 пока